Нарезать сыр, почувствовать аромат от сыбра, определить на ощупь дары абхазской осени и назвать аналог пословицы. Все это про интеллектуальную игру, организованную ВАГ. За звание рудитов соревновались 14 команд. Партнеры конгресса – не просто все желающие. У каждой команды свое оригинальное название. Когда я услышал, что намечается вторая игра, я подумал, ну, в прошлый раз я там не был, то ли просто прослушал, то ли еще. В общем, в силу тех или иных обстоятельств отсутствовало. А тут такой, ну, эстрагой эстр, ну, это как бы лишний раз встряхнуть в памяти что-то, не просто то, что ты знаешь как данность, а опробировать свои знания в таком интересном формате. Формат, удачно попавший в самую сердцевину сочетание интересности подачи контента и легкости его принятия. История, культура, язык, традиции и быт абхазо-абазинского народа – игроки квиза активно демонстрировали знания и умение находить правильные ответы на самые каверзные вопросы. Тематические квизы составлять всегда сложнее, потому что они требуют большего погружения в материал и больше ответственности, соответственно. Направленность диаспора – это знаменитые представители диаспоры, в том числе, ну, на примере, Альбей, Аль-Кибир, правитель Египта. Также вопросы по истории Абхазии, касающиеся Нестора и его семьи, касающиеся президентов, Отечественной войны, ну, много таких вопросов. Старался найти такие вопросы, которые объединяют Абхазов внутри Абхазии, в диаспоре и Абазин на Северном Абхазе. Вся задумка была реализована Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом в сотрудничестве с командой «Акваквиз» и Управлением по делам молодежи и спорту города Сухум. В первую очередь хочу поблагодарить Мусухабалевича Экзекова за то, что такой новый формат интеллектуальных игр поддерживается уже второй год. И, кроме этого, в этом году рядом с нами стало Управление по делам молодежи и спорта города Сухум. И проект получился намного масштабнее, намного интереснее. Как мы знаем, история — это даты, это масштабные события и так далее. Но в силу того, что формат такой квизовский, он больше не про суперточную дату, а про интересные факты, про то, что ты можешь узнать здесь благодаря такой интеллектуальной игре, а не тому, что ты, допустим, сидишь и читаешь сотнями страниц для того, чтобы что-то узнать. И такой формат, я считаю, очень важный, потому что это популяризация для молодежи, именно популяризация собственной истории и культуры. Подобные соревнования уже проводились в прошлом году. Двумя годами ранее проходила интеллектуальная игра «Ярбанья Байанба». Первый совместный проект у нас был в прошлом году, тоже по тематике истории Абхазии, культуры, эпоса в музыке и кино. И вот первый совместный проект получил очень положительную обратную связь. И, соответственно, было принято решение продолжить этот проект. И таким образом этот проект стал уже традиционным. Мы планируем каждый год проводить квиза база по той же тематике. И сегодня, соответственно, тоже очень много команд принимают участие. Регистрация прошла очень быстро. Уверен, что данный проект станет традиционным. И мы каждый год будем проводить квиза база, потому что на это есть запрос. Это весело, это интересно. Плюс через эту игру, через квиз, многие люди, молодые ребята, узнают очень много новых вещей про свою историю, язык, культуру, музыку. В результате захватывающей борьбы умов победу одержала Абхазская государственная телерадиокомпания. Команде подарили башлыки и сертификат на участие в следующей игре. Немного уступили победителям острые газырьки. На третьем месте оказалась команда под оригинальным названием «Команда». Им достались яркие сувениры. Проигравших на квизе не было. Наградой всем стали яркие эмоции, дружба и новые знания.